рад вас приветствовать на своем канале и сегодня в этом видео я вам немножко расскажу про сетевое зарядное устройство для литий железо-фосфатных аккумуляторов следующем я покажу как я им их заряжаю и так значит данного устройства предназначена для зарядки аккумуляторов эти железо-фосфатных можно также и кислотные заряжать есть возможность регулировки по напряжению если камера это увидит здесь от 3 до 15 вольт ток от 2 до 50 ампер мощность данного устройства составляет 800 ватт давайте немножко по размерам пройдемся его длина составляет 24 сантиметра и на у него восемь с половиной сантиметров сейчас давайте высоту еще посмотрим так высота у него порядка шести с половиной сантиметров вот это как видите здесь идет у меня деревянная часть это временная самодельная платформа для чего я сделал это было все связано вот с выходом данных проводов значит провода здесь на выходе у нас припаяны и просто сверху чем-то залиты какой-то эпоксидской что-то типа того и чтобы не было случайного облома в этом месте я сделал вот такую платформу мы соответственно провода в данном месте это у нас минус идет это у нас идет плюс я закрепил вообще данное устройство я держу в чехле потому что есть довольно таки близко расположены так вот радиодетали всякие сопротивления конденсаторы не дай бог туда чего-то случайно попадет защиты как вы видите тут никакая сзади она у нас сейчас я покажу как она сзади выглядит сзади она выглядит вот так сюда вставляется шнур питания здесь у нас вентилятор кстати вентилятор включается только после того как ток начинает превышать 20 ампер кстати весит это устройство не больше килограмм и вообще поражен что в таких размерах вместили это устройство которое способно выдавать такие большие токи при таком напряжении вот давайте к примеру сравним с тестером который у большинства у вас есть вот эти немножко как бы она по длине и но чуть-чуть поуже ладно давайте перейдем к проводам посмотрим длину проводов так давайте померим вот у нас тут идет это минусовой минусовой длина здесь порядка 51 сантиметра но сейчас у меня немного изогнут ну плюсовой порядка 41 42 кстати сейчас немножко расскажу вам про крокодилы значит на крокодилах соответственно нижние и верхние контакты я соединил проводом я там покажу повернул так проводом сечением 4 миллиметра и для чего я это сделал вообще при таком большом токе не дай бог так получится что в этой части крокодила контакт окажется значительно лучше то ток может пойти ну через эту пружину плачина у нее где-то 2 миллиметра раскалить конечно и соответственно до красна она стальная и расплавить ну что так не было я припаял сюда провода но это подобно тому как вот на массе для сварочных аппаратов так вот это минусовой повод ну здесь я тоже самое сделал я сейчас не буду это открывать да и смысла нет вот это штука называется анти реверс то есть защита вот обратной полярности но также она защищает короткого замыкания вот здесь идет уже от этого места у нас идет сюда-сюда три провода один толстый а вот это видите маленький красный и маленький черный это провода для управления защиты данного прибора ну и давайте сейчас я включу это устройство в сеть и продолжим обзор включил я данное устройство в сеть но сейчас показывает 14 вольт она у меня так настроена визитевых аккумуляторов чтобы изменить параметры напряжения нужна 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 отверточка плоская рина у нее вот этого жала составляет 3 миллиметра ну можно еще 2 миллиметра вообще это вот отвертки предназначены ну для ремонта компьютеров или часов как это можно еще правильно сказать то есть отвертка с большим жалом для данного устройства не подойдет итак вот нужно отверточку направить вот в эту штучку так попробуем сделать эти крутим крутим отверточку напряжение у нас меняется итак мы можем довести это дело до 3 вольт но чтобы это дело сделать надо конечно здесь ни один оборот провернуть оборотов наверное 5 давайте еще попробуем видите кручу отверточку напряжение уменьшается давайте до 3 вольт докрутим 10 уже 8 7 интересно тут сопротивление вообще стоит вот уже 3 вольта с копейками даже 2 и 88 значит для регулировки тока у нас используется вот такая вот ручка тока регулируется соответственно только после подключения к аккумулятору при подключении к аккумулятору ток надо ставить на минимальное значение о кстати еще смотрите антиреверс у нас имеет так сказать синюю индикацию вот когда горит эта синяя индикация это означает что устройство работает значит в случае короткого замыкания или обратной полярности вот это вот это только индикатор синий у нас гаснет и приходится опять значит выключить устройство из сети а потом включить кстати еще забыл сказать устройство оно идет у нас без шнура питания ну шнур питания надо заказывать отдельно он такой как на компьютерах но я даже дам ссылку на разъем если вы захотите не знаете какой это разъем и вдруг захотите его купить ну так в принципе обзор я сделал так что на этом прощаюсь пока я не 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 но я не 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 Продолжение следует...